В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Луки, глава 9, с 57 по 62 стихи. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел. Иисус сказал ему, лиси-то имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имея, где преклонить голову. А другому сказал, следуй за Мною. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить Отца Своего. Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а Ты иди, благовестуй Царствие Божие. Еще другой сказал, я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними Моими. Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежно для Царствия Божия. Сей, пришедший к Иисусу и просивший позволения пойти за Ним, пришел с лукавой мыслью, видя, что за Господом следует много народа, он подумал, что Господь собирает с них деньги, и сам пришел к мысли, что он составит в себе имение, если последует за Иисусом. Поэтому Господь отверг его, говоря ему, как бы так, Ты думаешь, сейчас последование за мной составит в себе имение, полагая, что такова моя жизнь. Но на деле не так. Я учу и проповедую такую... Бедность. Такую бедность, что не имею и дома своего, тогда как прочие животные имеют норы, и таким образом отверг его, а другому, который и не просил, позволяет следовать. Когда же сей спросил позволения сходить и похоронить отца своего, Господь не позволил, но сказал, оставь мертвым, хорони своих мертвых. Сим намекается, что отец его был неверующий, и потому недостойный пропитываться в старости от сына своего, который уверовал. Предоставь, говорит, родственникам мертвым, то есть неверующим, питать в старости и до гроба неверующего отца твоего, ибо похоронить здесь означает иметь попечение до самого гроба, поскольку и в обыкновенной беседе мы говорим, такой-то сын похоронил своего отца, и через сие разумеем, не то, что он похоронил его и не сделал ему никакого другого добра, но то, что имел попечение о нем до самой смерти и погребения. Итак, пусть эти мертвые, то есть неверующие, похоронят своего мертвеца, то есть твоего отца. А поскольку ты уверовал, что, как мой ученик, проповедуя Евангелие Божие, Господь, сказав это, не запрещает нам питать родителей, но научает нас богопочтение, предпочитать неверующим родителям и не иметь никакого препятствия к добродетели, но презрить самую природу, так человек... Презирать. Презирать саму природу, так человек, который просил позволения следовать за ним, но прежде отдать должное домашним своим, он не позволил всего, то есть сходить в дом свой, отдать должное, или скажу проще проститься, ибо такой человек обнаруживает в себе привязанность к миру и отсутствие апостольского расположения, ибо апостолы, как услышали призвание от Господа, тотчас последовали за ним, ничем иным уже не занимались, а оставили даже и прощание с родными. И часто случается, что в то время, как человек прощается со своими родственниками, между ними оказываются такие, которые удерживают его от богоподобной жизни, поэтому, хорошо имея расположение к добру, тотчас же и совершать оное немало, немедля, ибо никто взявшийся за плуг духовный и снова должное домашним своим, он не позволил всего, то есть сходить в дом свой и отдать должное, или скажу проще, проститься, ибо такой человек обнаруживает в себе привязанность к миру и отсутствие апостольского расположения, ибо апостолы, как услышали призвание от Господа, тотчас последовали за ним, ничем иным уже не занимались, а оставили даже и прощание с родными. И часто случается, что в то время, как человек прощается со своими родственниками, между ними оказываются такие, которые удерживают его от богоподобной жизни, поэтому хорошо имея расположение к добру, тотчас же и совершать оно, немало немедля, ибо никто не взявшийся за плуг духовный, никто взявшийся за плуг, а ты говоришь, не взявшийся, ибо никто взявшийся за плуг духовный и снова оглядывающийся на мир не способен к Царству Небесному, ибо глава Христа есть вера в Него. Кто верует, что Христос есть Бог, тот получает главу Христову. Ну что мы можем для себя взять, Василий? Держи. У тебя было такое, чтобы ты вот вернулся назад, оглядывался, взявшийся за плуг, принял крещение, а потом раз, и что-то тебя обратно потянуло в мир. На. Прости, Господи, смутило что-то. Что-то смутило, вот, а этим мы научаемся, что что тебе, отца у тебя нет, похоронил уже давно, что тебя потянуло-то в мир? Какая страсть тебя обуяло-то? Ухаживать за неверующими родителями идти не надо, был один уже сам родитель. не благонадежен для Царства Небесного. О, тихо! попроси предпокаяния за это. Был на исповеди, говорил, каялся, что полгода не ходил в храм-то. Тихо. Не помнишь даже. Значит, не помнишь, значит, не каялся, значит, опять надо на исповедь идти и каяться в этом. Кто к ряду три богослужения пропустит, да будет отлучен. Это нарушение канонов. Тут ты вне церкви опять, за пределами церкви. Кайся и больше так не делай. Вот чему нас учит это повествование. Неблагонадежен для Царства Небесного тот, кто озирается назад. Пошел за Христом, принял крещение там. Не важно, там подготовили тебя, не подготовили, да подготовили, время достаточно было для того, чтобы креститься. Насильно тебя никто не крестил. Сам изъявил желание, сам приехал в Потеряевку. Так. Поэтому... Мне сказали крестить, а я крестил. Я первый, у тебя насильно угрожали тебя? Не угрожали, но сказали крестить надо. Ну, как раз эти... Не мы, не мы крестились, но и меня заодно. То есть ты как... Под одну гребенку. Как глухонемого, да? Ну, а ты молчал все время, крючком, то есть все. Че тебя спрашивать-то? Вот. А кто с тобой... А, ты не помнишь, глухонемых-то как звали? Нет. Кто с тобой еще крестился? Сколько человек, помнишь? Хоть одного-то? Четверо, вроде. Четверо. В каком году это было-то? В одиннадцатом. В одиннадцатом. А из общины в каком году ушел-то? В шестнадцатом? Не помню. В семнадцатом? Ну, сейчас-то в восемнадцатом. Ну, вот, недавно ты обратно вернулся-то. Полгода тебя не было примерно. Вот. Что-то сейчас манит тебя обратно в мир-то? Ну... Рыбалка, может быть, там? Ну, там, плоткое. Ну, что плотское? Ты лишь плотское, плотское что-то? Плотское, ты и так говоришь. Ну, что именно? Ну, рыбалка. Ну, вот. Рыбалка. Есть шесть дней. Те и рыбач. Седьмой, Господу. Храм. Какая необходимость-то в воскресенье рыбачить-то? Или что? По воскресеньям клюет лучше или что? Еще что? Рыбалка, что еще? Охота. Ружье есть у тебя? Нет. Охота отпадает, да. Что еще? Ну... Что? Все? Женщины смущают тебя? Да, я не могу смущают. Нет уже. Страсть прошла, перекипела все. Ну, слава Богу. Что еще, что может тебя из церкви увезти? Сразу надо отсечь. Взявшись за плуг, оглядывайся назад. Что у тебя в прошлой жизни было такое, что тебе мешает сейчас идти за Христом? Ну, воспоминания советской жизни. Хочешь обратного в СССР? Ну, так. Колбаса по 2,20, водка по 5,20, да? Ну, все дешево и сердито. Все дешево и сердито. На дармовщинку хочешь. Чтобы кто-то работал, а ты все это подешевле. Я в поезд и поехал. Дух туризма тебе. Можно, можно и зайцем было уехать. Да, а сейчас уже все, да. И тебе вот это нравится, что можно было на халяву, бесплатно. Паразит ты, Вася, да? Вот это вот тебе паразитная жизнь, вот это вот за чужой счет тебе вот это вот манит тебя, да? Как воспитала советская власть. Так. То есть, советская власть воспитывала паразитов, да, ты считаешь? Не знаю, как выкорчивать. Не знаешь, как все это выкорчивать. Постом и молитвой. Постом и молитвой. И неважно, сколько это. Но это вера должна еще быть. А что хорошего быть паразитом? Каких паразитов, животных, ты знаешь? Так я как бы заработал пенсию. Ну и сейчас не про пенсию. Ты говоришь, можно было в СССР, можно было ездить с зайцем. Ну, зайц, он паразит. Ну, заработал, но калеку. У тебя едва. Калеку. То есть, всю жизнь на стройках народного хозяйства проработал пенсию. Минимальная, социальная несправедливость. Ропот у тебя. Желание взяться за винтовку, как в семнадцатом году. И грабить награбленное. Ну, а зачем говоришь тогда это? Не, ну, как бы, я говорю, что заработал. Он что, как работал, так и заработал. Заработал, ну и покалечил, смотри. Что, у тебя инвалидность? Угу. Ну, а как? Ну, ну, увидишь, что с руками. Что, ложку держишь? Ну, ложку-то держу. Ну, все, и есть сам, 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 ты сам себя отслуживаешь? Лево больнее. Ешь сам? Василий. Кажется, это направо. Слушай сюда, ты ешь сам? Или тебе покормить приходится? Ну, в туалет сам ходишь? Ну, спасибо, Господи, пока. Ну, а что тогда, прикидываешь? Ну, здорово. Ну, а что прикидываешь? У тебя помнишь, Виктор Андреевич говорил, не прикрывайтесь болячками, иначе сами заболеешь. Хочешь, чтобы тебя я из ложечки кормил, чтобы задницу с того подтирал? Ты этого хочешь? Угу. Ну, а что тогда наговариваешь на себя? Покалеченный? Какой ты калека-то? Ты калека-то видел когда-нибудь настоящих-то? Калека. Духовный ты калека, желающий быть паразитом. Вот это, да. Психический нездоров. Психический нездоров. Ну. Психическое нездоровье, есть два средства. Пост и молитва. Согласен сегодня, ничего не есть, чтобы психически выздороветь? Да, я как бы, как бы, мертвого приморщика. Мертвого, то есть, неверующий совершенно ты. То есть, ты в это не веришь. Постишься, молишься в церковь. Ходишь. А, Господь сказал про таких, как ты. Отмерщение. Я пришел к погибшим овцам Израиля. А они его распяли. Ты своими словами каждый раз. Я психически нездоровый. Я калека, я больной. Да, Господу, нужны разве такие? Лодыри, паразиты. Выше головы не прыгнешь. А тебя выше никто и не заставляет прыгать-то. Ты сам себя ниже плинтуса опускаешь своими словами. Я хочу, как в СССР, ездить с зайцем. Это я говорю, воспоминай. Хочу. Ну, а че? Ты сразу повернул, хочу. Ну, а че? Я говорю, воспоминай. Ну, и воспоминай, кто посмотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал сердце своем. Кто вспомнил приятные времена Советского Союза, когда можно было зайцем ездить. То, что дешево, то было все, и зарплата повыше. Это, конечно, неплохо. Но это все плотское. Власть-то безбожная была, храмы рушились. Верующих сажали, Игнать Тихоновича в тюрьму посадили. Ты опять хочешь это время вернуть? Да нет, ну, а че болтаешь тогда? Благодари Бога. Ураган, тихо. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Христе Боже наш. Аминь. Аминь.